МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую неделю в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Одному из старейших российских изданий Самарской газеты исполнилось 140 лет. Как переплеталась история Самарской губернии и Самарской газеты? Какие планы развития у ведущего издания Самарской области? В нашей студии Елена Галямова, директор МАУ «Самарская газета» и Михаил Перепелкин, журналист, директор Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького. Елена Евгеньевна, Михаил Анатольевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Здравствуйте. Добрый день. С чего бы хотелось начать, когда рассуждаешь о Самарской газете и когда прикасаешься, первое, что приходит в голову, это мы своими руками, в буквальном смысле слова, трогаем историю. В России много газет, много СМИ, но таких уникальных газет с такой историей на самом деле мало, потому что первый номер издания вышел 15 января 27 по старому стилю 1884 года. 140 лет в этом году. Елена Евгеньевна, вот насколько это вообще ответственно руководить изданию, которому практически полтора века без малого? Конечно, руководить таким изданием – это большая ответственность. Самое главное – это сохранить традиции Самарской газеты. Издание старейшее, издание большую историю имеет. Многие известные люди работали в этой Самарской газете. Поэтому мы стараемся всеми силами сохранить коллектив, который есть в Самарской газете, и, конечно же, дальше развиваться в новых технологиях, которые сейчас приходят к нам, и в медийных технологиях. Я думаю, это у нас получается. Вот, знаете, сразу, что приходит тоже в голову, если внимательно изучать историю Самарской газеты, понимаешь, что это еще и важная составляющая истории губернии. Потому что одно без другого, по сути дела, ну, неотделимо. И планируется создать музей Самарской газеты? Потому что архив богатейший, вот просто богатейший. И это часть истории нашего региона, и всей страны в целом. Конечно, бы очень хотелось, чтобы такой музей появился. Но архивы огромные в Самарской газете. Но для того, чтобы это сделать, правильно расположить материалы, правильно представить их зрителю, конечно же, нужны люди, которые в музейном... Ну, то есть те люди, которые, на самом деле, этим занимаются профессионально и специально. Понятно, что журналисты не могут. Да, конечно. Вот здесь, наверное, нужно просить о помощи специалистов. Конечно. Я знаю, что у Михаила Перепелкина как раз была такая идея по созданию музея Самарской газеты. Ну вот, собственно говоря, я в том числе одна из причин, по которой пригласили мы сюда Михаила Перепелкина, потому что это человек, который профессионально занимается историей края, профессионально занимается СМИ. Вот, соответственно, Михаил. Ян, мне бы хотелось прежде всего согласиться с тем, что вот этот юбилей, юбилей Самарской газеты – это огромное событие и для губернии, и для города, в котором мы живем, и для городской самарской культуры, ну и, в частности, вот для нашего музея, который вообще-то вырос из истории Самарской газеты. Я здесь... А, то есть, на самом деле, частично из музея Самарской газеты уже есть, это часть музея Самарского литературно-художественного. Ну, точно, ну, потому что наш музей начался как музей Максима Горького, который оказался в Самаре и прожил здесь чуть больше года, в 95-96-м годах, как сотрудник Самарской газеты. Поэтому музей возник в 1941, потом второй раз открылся в 1946 году, как музей сотрудника Самарской газеты. Соответственно, мы собирали все, что связано с Горьким, все, что связано с его окружением, с другими сотрудниками, самарской газеты. А это и Евгений Николаевич Чириков, очень большой писатель, который после Самары сделал большое писательское имя. И Александр Летин Толстая. И Елена... Александр Толстая – это родственница Толстого, да? Это не просто родственница, это мама Алексея Толстого. Да-да-да, просто чтобы зрители поняли. Мы можем говорить, первое его чтение – это тоже была «Самарская газета», «Мамины рассказы», который он читал в «Самарской газете». Поэтому эта работа на протяжении десятков лет в нашем музее делалась и делается. И в этом юбилейном году, я надеюсь, мы представим, то есть я не надеюсь, я убежден, мы представим самарцам наш взгляд на историю «Самарской газеты», на очень большой выставке, о которой чуть позже. Вот, кстати, если продолжать об этом говорить, вот о людях, которые сотрудничали, Михаил, фамилии очень громкие. Вот кратко вклад этих людей, ну, в российскую, в русскую культуру, потому что там Короленко, Остром, ну, лучше меня, знаете. Тут дело в следующем. Почему многие после «Самары» ставшие большими писателями в «Самаре» оказались? Дело в том, что в 90-е годы, 19-е века, в 900-е годы издание газеты было прервано в 906 году, потом она еще ненадолго возобновлялась, в 911-912 годах. Как и почему сюда ехали? «Самара» оказалась таким удивительным городом, не столичным, не университетским, но достаточно близко расположен к европейской части. Поэтому те, кому нельзя было жить по разным причинам в столичных городах, в университетских городах, то есть это были ссыльные студенты или студенты, которые там были наказаны по разным причинам, они оказывались в «Самаре», они выбирали «Самару» в качестве места жительства. А «Самарская газета» — это была, собственно, единственная, не единственная газета, но единственная газета, где могли работать творческие люди. И, по сути, «Самарская газета» был и вуз, и театр. Кстати, возникновение «Самарской газеты» прямо связано с «Самарским театром». Это газета, которая возникла как театральная. То есть это было издание, которое в том числе внимательно освещало театральную жизнь и все, что касается театральных постановок. Вот эти вот детали я не знал. Дело в следующем. «Самарскую газету» основал в 1884 году антрепренер «Самарского театра» и актер Иван Петрович Новиков. Все, поздно сложился, понял, да. Зачем ему она нужна была? В театр не шел зритель, ему надо было прорекламировать, афишировать театр и вместе с тем, как понял Новиков, воспитать зрителя. Поэтому «Самарская газета» — это прежде всего газета театральных объявлений и театральных рецензий. То есть это такая образовательная часть. Ну а дальше уже вся история из этого стала следовать. Ну да, и дальше уже пошли вот такие фамилии, как Короленко, Мамин-Сибиряк, Гарин-Михайловский, скиталец, например, горький, великий, горький. Вот во все времена, кто бы что ни говорил, сейчас много критики, но на самом деле это великие писатели. Он только приехал в «Самарскую газету» не великим, а 28-летним, никому неизвестным. Именно в «Самарской газете» были опубликованы, вот действительно, так сказать, всемирно сегодня известны и песни «Буревестники», и песни о «Соколе», и «Старуха» и «Зергиль», каждый там пятиклассник или «Шестиклассник» ее читает, и на протяжении десятков лет это все «Самарская газета». — Елена Евгеньевна, вот в этой ситуации вопрос к вам. Вот эти фамилии, эти имена, точнее говоря, это ориентир. Вот современному поколению очень важно соответствовать этому уровню. Вот как вы работаете с сотрудниками, отбираете, обучаете? Потому что, понятно, уровень задан огромный. В «Самарской газете» работают очень талантливые люди. Некоторые из них работают в «Самарской газете» десятилетиями. Но и молодых сотрудников мы, конечно, тоже принимаем на работу. Никаких особых требований к начинающим журналистам у нас нет. Самое главное, чтобы люди хотели работать, хотели учиться, хотели учиться профессии. И самое, что основное, имели талант. И еще, чтобы у них горели глаза. Когда у людей горят глаза, им хочется учиться, все у них всегда получается. Начать работать с журналистом очень просто. Надо просто написать свой первый материал. А наши редакторы, авторы, которые очень давно работают, обязательно им помогут. Они всегда находят время, находят желание и очень делятся всегда со своими начинающими журналистами всеми своими знаниями. Когда у нас несколько молодых журналистов приходят на работу, мы для них устраиваем что-то такое наподобие школы журналистики. Потому что очень хочется, чтобы выросла достойная смена, которая будет работать в «Самарской газете». Я предлагаю сейчас, знаете, сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается как раз истории «Самарской газеты». И затем продолжим обсуждать. Уже поговорим о современной редакционной политике, о развитии, ну и так далее. Самарская газета начала выходить в 1884 году. Основал ее антрепренер Самарского театра Новиков. Доходы создания тратил на театральные дела. В 1894 году продал «Самарскую газету» местному купцу Кастерину, который привлек к сотрудничеству ряд прогрессивных журналистов. В «Самарской газете» начиналась литературная работа Максима Горького. Он приехал в город на Волге по совету Короленко, никому неизвестным писателем. Сначала вел рубрику «Очерки и наброски», затем рубрику «Фильетон». В 1895 году был редактором газеты. С 1896 и до 9 соток в «Самарской газете» работал скиталец. Он принял эстафету от Максима Горького. Он возглавлял здесь отдел «Фильетона» в «Самарские строфы» и также публиковал свои стихи. В разное время в «Самарской газете» печатались Гарин Михайловский, Короленко, Куприн и Мамин Сибиряк. Пользуйтесь моментом счастья. Теперь самое время, когда можно иметь 200 тысяч рублей, купив в сей же час билет второго внутреннего займа с выигрышами. Банкирская контора «Файнберг» располагается на Вознесенской улице в доме номер 51 и продает билеты государственных займов с рассрочкой платежа и при первом взносе всего только трех рублей. А покупатель участвует уже в ближайшем тираже одной двадцатой частью в пяти билетах. И еще дача на берегу Волги, на Барбашиной поляне, над пристанью с прекрасным видом из десяти комнат сдается на все лето. Справиться об условиях можно в конторе нотариуса Смирнова. И на пассажок покупаю агарки с теориновых свечей. Николаевская улица, дом 144, квартира 2 против коммерческих номеров Телегина. Заместитель главного редактора Елена Преснухина работает в «Самарской газете» 20 лет. Говорит, приятно наблюдать за тем, как все меняется, оставаясь неизменным в главном. В плане тематики, наверное, не сильно изменилось, но сильно изменилось в плане технологии. Даже я могу через свою жизнь посмотреть, как изменилось. Когда я пришла, то писали журналисты еще от руки. Потом это отдавали все набивщицам. Были две специальные женщины-набивщицы. Они все это набирали на компьютере. И уже после этого это отдавали в печать. Сейчас, конечно, все по-другому. Кругом компьютеры. У нас есть свои соцсети. Естественно, сразу все в течение ближайших двух минут после того, как происходит событие. Как правило, первое сообщение поступает уже в соцсети. Конечно, все изменилось полностью. «Самарская газета» выходит три раза в неделю. Сначала происходит планирование номера. Редактор намечает, о чем он будет. Предварительно расписывает полосы. Определяет, какой материал куда пойдет. Ведь есть статьи, которые готовятся долгое время. Например, исторические. А есть материалы, написанные с колес на злобу дня. Тексты, которые пишут корреспонденты, вычитывает заместитель главного редактора. Затем материал поступает к корректору. Потом его отдают на верстку. После чего белки предварительной страницы отсматривает главный редактор. Бывает, что подготовка номера затягивается до ночи. На самом деле, конечно, работа в газете – это не та работа, про которую можно сказать, что она с девяти до шести потом ушел и забыл. Конечно, приходится часто задерживаться. Бывает, что редактор сидит и до одиннадцати, и до часу ночи. И, конечно, это зависит от материалов. Если что-то срочное в номер, то приходится сидеть и до ночи. Главный редактор издания Юлия Ваулина особенно гордится краеведческой рубрикой. Работая над материалами, журналисты трудятся в архивах, общаются с участниками событий. Увидев какой-то исторический материал, нам пишут люди из разных стран, иногда из Франции, например, или из стран ближнего зарубежья, и говорят, что в этом событии принимал участие мой дед, или мой прадед, и сохранились его дневники. Таким образом, наши исторические рубрики обретают новое рождение, и живут какой-то совершенно уже отдельной жизнью от авторов. И мы, конечно, гордимся, в принципе, всем. И это не пустой звук. Можно спросить практически любого нашего сотрудника. У всех близких наших есть подписка на Самарскую газету. Не потому что так положено, или так нужно, или так правильно, а потому что мы действительно гордимся тем, что мы делаем. Уважаемые коллеги, знаете, на что обратил внимание, вот когда рассказывали об истории газеты, Полевая — это конец города, очень интересно, и важная часть издания — это объявление. Ну, то есть, современным языком, говоря, это реклама. Лена Евгеньевна, сейчас реклама продолжается, то есть это как бы тоже часть жизни газеты, я правильно понимаю? Мы сейчас принимаем, конечно, объявления, рекламные объявления. У нас есть рекламные объявления. Они как в печатном издании публикуются, так и на наших онлайн-площадках, конечно, публикуются рекламные объявления. Раньше, конечно, было еще много в старой газете брачных объявлений, сейчас мы такие объявления не принимаем. Сейчас уже только коммерческая реклама, скажем. Сейчас только коммерческая реклама и официальное опубликование. Официальная информация. Вот, кстати, интересный еще вопрос. Есть такое понятие, и это важное на самом деле понятие, редакционная политика. Понятно, о чем речь. Потому что читатель, во-первых, сразу понимает, что он хочет найти, и он никогда не пойдет в газету, где он не может найти ту или иную информацию. Есть определенные взгляды редакции. Вот сейчас в чем заключается редакционная политика Самарской газеты? Редакционная политика заключается в том, чтобы сохранить традиции Самарской газеты. Мы пишем о жизни города, об известных людях города, о культурных событиях, о спорте и экономике. Самое главное — это изложить материал лаконично, без оценочных суждений. Все материалы, которые публикуются в Самарской газете, должны быть обязательно проверены, должны быть из официальных источников, должны иметь мнение экспертов. Обязательно подкрепляются все материалы. Ну, то есть, по сути дела, речь идет как раз о том, что Самарская газета — это газета городская, это газета именно города и о городе. И важнейший момент — это вся информация проверена и перепроверена. Конечно, печатное издание не может допустить ошибок. Если вы в интернете можете все исправить, можете исправить это в любое время, то если это напечатано в газете, то это исправить уже нельзя. Конечно, это правило распространяется и на наши онлайн-площадки, потому что это принципы работы наши такие. Ну и, кстати, вот, Михаил, вот в этом, наверное, одна из особенностей, все-таки тут очень часто говорят, да, вот там современная жизнь, то есть СМИ и социальные сети. В чем преимущество СМИ? Вот, наверное, это главный момент. Ну, для меня, как для музейщика, это очевидно совершенно преимущество СМИ, бумажного СМИ. Потому что нам кажется, что интернет и все, что в интернете с нами будет всегда, но нет. Завтра это уже куда-то, так сказать, уходит дальше, 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 а газета, вот она лежит, да, и, в частности, в музейных фондах, в музейных архивах лежит. И все, что в газете написано, в бумажной газете, из этого история города, история городской культуры, история литературы складывается. Да, слава богу, что вот бумажная газета была, и слава богу, что она остается. Потому что, я думаю, что через еще 150 лет, листая подшивки вот сегодняшней самарской газеты, там, будущие историки будут понимать, какой была Самара в 2024 году и какими мы с вами были. Ну, согласен. И важнейший момент, это они будут, наверное, действительно читать в первую очередь СМИ, потому что они будут тоже понимать, что здесь информация проверенная. Конечно. То есть это не вот личные какие-то домыслы какого-то человека, а здесь информация, которую давала организация, которая отвечает за свои слова. Юридически, ну и морально тоже, потому что есть такое понятие, как репутация. Ну, тем более, что сегодняшние журналисты, ну, а для самарской газеты это тоже вот одна из традиций, это профессионалы своего дела. Это не обязательно журналисты по образованию, вот если говорить об истории, потому что работали и юристы, и математики, и литераторы. Но это люди, которые понимали, что объективность, проверенность на первом месте. Я думаю, что вот сегодня этот принцип остается одним из ведущих. Да, конечно. Елена Евгеньевна, вот, кстати, газета удостоена знака отличия международной профессиональной выставки пресса, золотой фонд прессы. Важнейшая награда. А какие еще награды вот получило издание? Я понимаю, что их много, но, тем не менее. Ну, у самарской газеты, как и у телеканала ГИС, целая стена завешана благодарственными письмами, различными грамотами, различными почетными дипломами. Всеми этими наградами награждаются как отдельно печатные издания, так и люди, журналисты, каждый сам персонально, да? Ну, скажу о последнем. Вот недавно совсем творческий коллектив Самарской газеты был удостоен диплома и губернаторской премии областного конкурса журналистов на призы губернатора Самарской области. И мы получили награду за лучшие средства массовой информации, за работу в год педагога и наставника. Ну, это как раз важнейшая история. То, что было в прошлом году, как раз, ну, одна из важнейших тем. Насколько я знаю, Самарская газета занимается еще одним важным делом. Ну, и оно, собственно, перекликается с историей, потому что история Самарской газеты неразрывно связана вот с такими великими людьми и великими именами. Самарская газета выпускает уникальные альбомы. Вот о чем эти альбомы? Что это за альбомы? По какому поводу они выпускаются? Ну, да, альбомы, конечно, выпускаются не просто так, они выпускаются к знаменательным событиям. В Самарской газете было выпущено три альбома. Это альбомы «Хроники самарских школ», это про все школы города Самары там написано. Потом был выпущен альбом «Куйбышев. Запасная столица». И также альбом «Легендарные космонавты, побывавшие в городе Куйбышеве в 1961-1963 году». Эти альбомы сейчас находятся в библиотеках города Самары. И также были вручены как памятные подарки известным людям города Самары. Ну и здесь важный момент. Эти альбомы, они традиционно выпускаются каким-то важным событием. Например, вот «Куйбышев. Запасная столица». Альбом, ну, понятно, посвященный важнейшему этапу жизни, когда Самара, тогда Куйбышев. Но мы его при этом многие назвали до сих пор, называли и тогда Самарой. Город стал действительно столицей. Здесь были и посольства здесь. Ну, вообще вся культурная жизнь, политическая жизнь проходила здесь. И вот я этот альбом, например, лично держал в руках. Вы знаете, чем он мне понравился? Это, по большому счету, такое очень серьезное исследование, вот прям серьезное исследование жизни города в этот период. Уникальное издание, на мой взгляд, чрезвычайно полезное для школьников. То есть оно должно быть в каждой школе. Оно должно быть в каждой школе. Еще один важный вопрос – это льготы. Потому что до сих пор очень много людей, на самом деле, вот кто бы что бы ни говорил, любят читать бумажную прессу. Вот кому предоставляются льготы по подписке на бумажные издания? Как их получить? Когда можно получить? Расскажите об этом. Почта России предоставляет скидки на все подписные индексы. Льготы предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам постоянно такая льгота предоставляется. Для пенсионеров и многодетных семей, а также семей, имеющих детей инвалидов с детства, установлены льготные индексы на подписку, на комплект и на субботний выпуск. Согласно постановлению администрации города Самары номер 62.28.01.2011 года, организована бесплатная подписка для жителей города Самары для следующих категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны боевых действий, это ветераны военной службы, а также инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, проживающих на территории городского округа Самары. Период проведения бесплатной подписки проходит с марта по сентябрь. Вот следующие категории граждан могут выписать газету или на четверг, или на субботу. Два раза в год Почта России также проводит всероссийскую декаду подписки. И в период этой подписки можно оформить подписку со скидкой 30%. Вот в 2023 году подписка на Самарскую газету, на субботний выпуск, где у нас есть и программа, и рецепт, и кроссворды, стоил всего 810 рублей. Хочу сказать, что первый самый выпуск газеты стоил 6 рублей. Для истории, если кому интересно. — Кстати, вы сами подписаны на Самарскую газету? — Конечно, я подписан на Самарскую газету, мои родители подписаны на Самарскую газету. Я подарила нескольким людям подписку на Самарскую газету, и они мне, особенно люди пожилого возраста, звонят с благодарностью, им нравится, они читают Самарскую газету. И это очень радует меня и моих сотрудников. — Кстати, Михаил, а вот вы читаете в бумажном виде или в электронном виде? — В бумажном. Мой день рабочий в музее начинается, как правило, с того, что я просматриваю Самарскую газету. Очень много материалов, которые мы в свой архив берем, потому что публикуются и очень любопытные и Татьяна Гриднева, и других журналистов, материалы. — Да, кстати, Татьяна Гриднева — это хорошее перо. — И о культуре, и об истории. То есть мы сейчас же берем на заметку и в свой архив. — Я просто к вопросу о том, что на самом деле до сих пор бумажная пресса, она занимает важный сегмент и важную роль играет. И, соответственно, это просто в какой-то степени сейчас это даже, на мой взгляд, признак такой культуры читать бумажную газету. В том числе. — Элитарный. — Элитарность. Потому что бумага, правильно Михаил сказал, вернее, электронная версия, то есть завтра выключили электричество или там где-то полетел дата-центр и, соответственно, вот архивы могут, например, исчезнуть. Ну или какая-то часть архивов. А бумага, когда выпущена десятками тысяч экземпляров, конечно, это навсегда. Это навсегда. Планы развития какие? Вот прям кратко. — Как бы ни была хороша печатная газета, она должна сейчас обязательно выйти в интернет-формате. Это увеличивает число наших подписчиков, число горожан, которые могут прочитать эти новости. Поэтому мы сейчас развиваем все наши онлайн-площадки. Я думаю, у нас это получается. Сохранять традиции и быть на пике, так сказать, интерактива. — Ну то есть, по большому счету, вот держать руку на пульсе жизни города — то, чем всегда занималась Самарская газета. — Да. — Только уже в электронном виде. — В электронном виде. — Уважаемые гости, большое спасибо за интересную, насыщенную и содержательную беседу. Я искренне надеюсь, что мы с вами обсудим 150-летие Самарской газеты. Надеюсь, и 160-летие до него тоже доживем. Ну а затем уже новое поколение будет продолжать это дело. Спасибо за ваш труд и спасибо за то дело, которое вы делаете. Напоминаю, в нашей студии была Елена Галемова, директор МАУ «Самарская газета», и Михаил Перепелкин, журналист, директор Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького. Читайте бумажные СМИ, ну и Самарскую газету, в первую очередь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»